И всем доброго дня и утреца! Как дела? У Наташи, наш друг Сунил, и наши вещи. Смотрите, как прикольно. У нас такой пикапчик. Куда мы едем, угадайте? Куда же мы едем? Мы едем в аэропорт Абу-Даби. Так что, включимся там, расскажем вам там все. Самое интересное, у нас уже задержка 45 минут. Не у нас, а у Бизера. В общем, ничего у нас судьба не учит. Ну, ладно, в аэропорту включимся, уже все расскажем. Уже смешно. Чуть-то веселишься такая. Все, прощаемся с Эляйном где-то на 2 месяца и уезжаем в путешествие. Ну, если мы вылетим, это же не факт, мы же Бизером летим. Кстати, вчера было 44+, а чувствовалось как 48. Во вторник должно быть официально 48. Я надеюсь, что... Ну, все, я надеюсь, что мы летим там, где будет поменьше чуть-чуть. Всем оставшимся. Вот в таком и пикапе. Приятного времяпрепровождения. Привет. Ну вот, мы уже прошли все, что должны были пройти, светяжки, документы, зарегистрировались. А каждый час приходит смс, что рейс откладывается, но мы же летим Бизером, ребята. Уже вместо 7,50 мы влетаем в 20 крещенок. То есть уже порог пройден, мы больше, чем на 3 часа опаздываем, можно подавать жалобу. Ну, опять-таки, будем вам все рассказывать. А помните, как все было год назад? Мы решили маленький бизнес открыть, да? Чуша, а кстати, ты заметила, что воду, сок проносили вообще без проблем? Да, это удивило. Большие литровые, полтора-литровые бутылки. А знали бы, взяли воду, но мы знаем, где ее набрать. Может, в том туалете фонтанчике отдать, даете мальчику водичку. Ну, в том, что пустые бутылки мы их ставим с собой. И он что-то там делает. И он что-то делает, да, главное не думать, и он вам привозит воду. Ой, у меня на голове хост самолета. Да, хост самолета. Ну, знаете, сейчас вот праздники заканчиваются. Курбан-Байрам. Всех поздравляем. И с праздниками, и с заканчиваем праздниками. И людей много. Говорят, в Дубае вообще туча. Но мы вылетаем уже в конце, как бы, этих праздников. Это аэропорт Абу-Даби, не так людей много. Сейчас немножко вам покажем его. Но мы вам показали его в прошлый раз. Помните, какая была задержка, какие приключения. Этим же рейсом летит. Казалось бы, девчонки, ничему не научились. Но видео, как нам выплатили компенсацию, потому что Визеер на день отложил наш вылет. Помните, и дорогой отель, и вкус-то завтрак в дорогом отеле, в Мариотт, но теперь никогда бы его не позволили. Подожди, мы не же ради этого. Да, мы просто много контента сняли. Ты говоришь, я уже забыла, что ты сказала, но тем не менее, жизнь не научила. Как не научила? То есть стоимость билетов. Да, мы же хотим вам рассказать. Так, стоимость билета на Визеер в Краков 1000-1100, это где-то 300 долларов, 300-310. А флай в Дубае 2500, это 675 долларов. В один конец. Ты жизнь научила? Раньше за 1000 можно было в два конца в Борисполь полететь. Но сейчас война, и мы снова пытаемся добраться в Киев, в Украину, через Краков. Снова с нами Визеер, снова с нами вы. Спасибо вам за лайки и комменты. Ну, сейчас, может, немножко покажем вам аэропорт. Ну, в принципе, его хорошо показали в прошлом. Да, он тут маленький такой, может быть, там внизу будет. Да, маленький, но уютненький. И, в принципе, мы в Кракове должны быть где-то в 12 ночи. Так как отель у нас на следующий день, завтра, в принципе, нам лучше посетить даже в аэропорту Абу-Даби. Мы не против, честно говоря, Визеер, ты не меняешься. Традиции, они есть. Они традиции. Да, так что мы сейчас сидим в уголочке. Тут отель, лаунж Абу-Даби. Вот, показана вам вот такая вот штучка прикольная. И здесь уже есть рецепция. Мужчина что-то бронирует уже. Они с ребенком, женщина-ребенок, хотят, наверное, в отеле пересидеть. А мы с вами, наверное, пойдем вон туда. Да, и уже там будет дьюти-фри, и все самое интересное. Смотри, за год эти растения. Зимихонкас или как это называется? Сейчас. Ничего с ними не случилось. О, Наташа ровно год назад здесь сфоткалась. Вот так-так. Вот самый аэропорт Абу-Даби небольшой. В прошлый раз было только три самолета вылетало, когда мы регистрировались. А сейчас и Вена, и Рим. Ну, много, с вами там в 11 где-то. И город, который мы даже не знаем. Как будет? Да. Был город Борг-эль-Араб. Борг или Раб? Борг не Борж-эль-Араб, а Борг-эль-Араб. Так что расскажу вам, что такое Борг-эль-Араб. У них милая хранится, улыбается. Я надеюсь, что она не отберет сейчас на камеру. Здесь не любят, когда снимают, особенно в аэропорту. Поэтому мы отсели в уголочек. Вот. Так что всем счастья, добра, путешествуем с нами. Пошли посмотрим дьютик или покушаем. Меня поставили на камеру, хотя я этого не хотела. А что, сыр был быстрее, да, нас? Короче, мы вернулись сюда же, в этот органический. Смотрите, тут даже написано, что обязуется с органическим молоком всегда. Аккуратно-аккуратно. Тачка поехала. Тачка поехала. Тачка поехала. Оля расскажет, что она очень умная по жизни, и она взяла свой бутерброд. Да, пожалуйста. Так, пицца, что тут, самая дешевая, 39, пицца Маргарита, спайси чекен тоже 39. И вот у них есть 31, цех, предложение, да, любое кофе и круассанчик 31 будет стоить. Ну, хороший, это в целом 10-11 долларов. Да, так перекусить. Это мы сразу вот зашли, и нам понравилось здесь место. Да, все, Олечка, давай, я тебе передаю. Я не люблю снимать. Столько я тихая, да, мы оттуда пришли. Да, туда пришли и сюда пошли. Да, давай. Это тебе. В общем, сейчас, ну ладно, сейчас уже включимся. У нас с собой, мы не сказали, на самом деле, не курассаны, а вкусная шаурма и бутерброды. Вот так вот. Смотрите, как мы классно уже уселись. Вот, смотрите, никого здесь нету. Класс, мы так сели. Вот киоск с золотом есть и мы. В соседнем там люди сидят. В соседнем полно. Вот уже принесли наши кофе, сейчас будем делать распаковку, покажем, что мы купили. Кстати, берите кофточку, и будет хорошо. Насыпала, насыпала. Да, очень хуя уже замерзла. Вот наша летательная сумочка, Наташа распаковой. Здесь шаурма сегодня и бутерброды. Бутерброды, которые мы всегда с собой берем. Называется Dragon Sandwich. Драконовский бутерброд. Куста этой шаурму я запакула и в кулечек. И в такую штучку. Ты думаешь, что шаурму я готовила. Нет, я не готовила шаурму. Что-то тебе все показывать? Бутерброд я тоже буду. Давай-ка сюда. Как? Сразу? Да, я есть хочу. К тому же уже извините, 6 есть хочется. А мы, послушайте, штипа не едим. Ну, уже едим, простите. Так как задержка вылета, мы едим после шерсти. Те, я сказала, после шерсти мы едим. Шаурма сейчас, кстати, я заказала прикольную с таким саджбред. Господи, какое органическое молоко вкусное. Да? Слушай, а ты себе не попросила так вкусно? Нет, я не хочу. Это очень вкусно. Шоколадом. А что, чмакать, да? Да. Оля меня тут мажет, что это? Да, давай, Наташа покажет сейчас. Ты же пить сюда пришел. И мы потом уже, когда покушаем, пойдем покажем немножко дьюти. Кстати, в прошлом году дьютики внизу были закрыты. А сейчас открыты. А я так и думала, что это ночь, и были люди не из богатых рейсов, наверное. А еще мы все были в масках, еще, я помню. Тоже, какой кошмар. Это точно. Так, это мы взяли какую-то лебонистскую. Лебонистская шаурма была лебонистская, итальянская и мексиканская. Мы подумаем, мексиканская будет острая. Почему мы не взяли одну лебонистскую, например, одну итальянскую? У меня запах уже как-то что-то пахнет. Знаешь, чем пахнет? Ливаном. Пельменями пахнет. Нет, вкусно шаурма. Хотя прикольные такие, типа. Уже иллюминаторы. А ну, ничего не видно. Что ты придумал больше? Ну вот хлеб такой необычный уже, можно так сказать. Ну как шаурма. 12 дирхам стоило, кстати. 3 или 4 доллара. Ну-ка. Сейчас. Вот берем с собой в аэропорт шаурму. Потому что здесь она будет стоить точно дирхам 20-30. Слушай, реально хлеб такой, посмотри, тоненький. Это необычная литушка. Так что, друзья, наша вот такая у нас сегодня перекус. Бутерброд мы показывали уже как-то. Драгон сэндвич. Что это такое? Вот это вот картошка, что-то еще, мясо. Не понимаешь? Ну, давай попробуй, чтобы понимать. Очень удобно стоят наши вещи в таких тачечках маленьких. И Наташа довольна с шаурмой. Наташа дошла, что я руки не выкинула. Ты руки не помыла. Ну все, Наталья, похудейте. Похудейте. До новых встреч. Кошмар, слушай. Ой. Народ вот уже покушали. Я, кстати, даже бутерброд не поела. Такая шаурма супная. Потом раз смотрим, как бы посадка должна быть. И уже гейт у нас, ну, ворота 21-й. Хотя все еще даже с 7-20-ти. Не знаю, как-то визер может хочет время зашифровать, что они не опаздывают. Очень интересно. Сидим, короче, пусто, да? Да-да, вот наш выход. Ну, пусто. Это не самолет. Вот наш гейт, смотрите. 21-й четко. Опа, и никого здесь нет. Естественно, потому что на 3 часа опоздания. Так что, вот, сидеть нам еще и сидеть. Но, наверное, мы все-таки погуляем и в Ютифрита зайдем. Вот, наверное, смотрите, в Дьютик мы поднялись. В общем, спускались мы в наш выход. Поднялись обратно в Дьютик. Эх, Наташина любимое-любимое место. На манеже все те же. Причем, верстаси. Это Райт Присто, Нуар, 376, 90 миллилитров. Прикольно. Доцедор. В общем, помните, такая штучка. Она держит весь аэропорт Абудаби. Мы с вами здесь... Наташ смеется. Мы с вами здесь хорошо показали в прошлый раз. Ну, это то же самое. Да, сейчас все то же самое. Просто вышли, чтобы не сидеть. Он был вот там. Точно не сидел. Да, его переставили. Здесь были финички. Но сейчас финички тоже вам покажем. И подарочки остальные. Народа, прикиньте наши лица. Вылет завтра в 5 вечера. Офигеть. Кого идти искать, кого это. В 5 вечера вылет завтра. В 5 вечера. Вот это понюхала я духу. Это долбанный визер. Так мы уже и завтра, и мы здесь уже сейчас. Это просто... Просто будем спускаться, смотреть там, искать какую-то стойку. Дальше там нужно отель снова должны оплатить, дать. Это как ответствует какой-то, народ. Это визер. Так а куда мы не выйдем? Мы уже зарегистрировались. Мы в аэропорту в зоне дьюти-фри. Это визер, народ. Блин. Ладно, будем держать вас в курсе событий. Ставьте лайк. Ну что, друзья, тот самый зал. Вот назад то же самое. Только сейчас вылет уже не утром, типа, а в 5 вечера. Я уже в отель написала, сказали, что будут нас ждать. Но у нас в Кракове пару дней. Смотрите, уже люди подходят, люди в шоке. Офигевают малюшка от визера. Ну как и мы. Так что будем ждать результат. Не знаю. В прошлый раз был отель, но не покормили, а должны были. Но сейчас, не знаю, пока нет представителей. Дуже холодно. Да, холодно. Дубарь вообще. Ну хорошие вещи взяли, потому что в Кракове вроде сейчас тоже не май месяц, как было. А так, стойка пустая. Никого там из визера нет. Люди сидят, ждут. Люди в офигении, как и все мы. Не, ну это визер. Визер, ребята. Что делать? Сами взяли, сами виноваты. Классно. Это слоган для визера, да? Сами взяли, сами виноваты. Быстро, надежно и без склоход. Визер. Мы почаим, что и тут. Народно, что представители уже пришли. Все уже там в очередях стоят. Будут нам отель давать, вроде, слава богу. Он сначала оформил те, кто с детьми, а потом уже нас, простых смертных. Вот уже толпа такая. Все ждут, все оформляют отельчик. Ну вот такой вот у нас. Ну что, визер остается визером. Мы ждем отель. Поедем сегодня с вами в отель. Интересно, тот же Мариот будет. Пустыне много места. Мы сегодня проезжали много, видели. Десять. Подпаливу посадили. Плюс 37 на вылочке. Такси поймаем. Понятное дело, что такси я не оплачивать не буду. Это уже в прошлый раз было. Мы им писали, нет. Так что будем снова подаваться на те 600 евро, что мы у них и забрали. Или нет, просто видео ставлю в описании. Посмотрите. Уже от них разок получили. И второй урок. Ничего не учимся. Ну не знаю. Нет, не знаю. Сейчас прорваться просто сложно. Поэтому мы сейчас ждем, пока они всех оформят. Ну сейчас пойду туда гляну. Но я думаю, все равно пока детей не оформят. Ну это в принципе правильно. К нам и не подойдут. Ну что, народ, еще немножко трэша вам в камеру. Смотрите. Еще повезло, я вторая очередь оказалась. Нам написали бумажку для иммигрэйшн. То есть мы были вне страны. Сейчас мы снова влетели в страну. Не находясь в аэропорту. У меня еще посмеялась. Оставляйте, мой HR получает. Я улетела. Через 5 часов я прилетела. Что получать? Люди не знают, что я не получаю. СМС-по не получать, когда я вылетаю из страны. Мы работодатели. А теперь мы идем в иммигрэйшн. Нам отменят. Нам сказали, что мы снова в стране. И потом мы идем на стойки в Изер. Нам уже будут отель и ваучер на такси. В прошлый раз такси мы хотели сами. Походу будем все рассказывать. Поехали. Ну что, народ. Вот мы иммигрэйшн. Отдали паспорта. Отдали все. В общем, ждем, пока нас отменят. И потом пойдем уже на стойки в Изер. И будем получать отель. Пойдем сегодня в новый отельчик. Надеюсь, это будет не морет. Просто, чтобы вам что-то новое показать. Так что ставьте лайки. Ждем, что нам дадут сегодня. Что в пирожок. Короче, народ. Все веселее и веселее. Мы уже на улице. Происходит что-то странное. Это вообще. То есть непонимание полное. Кто-то хочет багаж забрать. Нам не нужно забирать багаж. Кто-то советует нам, что люди ждите этот багаж. Потому что непонятно. Потому что ваши вены пропадут. Да, пропадет. Авиакомпания Визер не знает, что нужно этот багаж вернуть. Где багаж, тоже никто не знает. Рассказывай. Да мне о чем рассказывать просто. Ну, что уже париться. Не-не-не-не-не. Сказали, идите, но потом придете. То есть мы были на прибытии. Сейчас мы выходим. Выходим на прибытие. Куда же нам идти? Экзит-2. Нет, я не понимаю, где мы реально. Идут эти таможенницы две. Я говорю, эксклюзми, а где тут терминал один прибытие? Она на меня так смотрит. Ну да, мы же типа прибыли. Она говорит, идите прямо, а потом налево. Потому что вон, на втором этаже. Вон она будет там. То есть нас вообще послали, выслали с этого. А мы здесь внизу, где все такси стоят. Да мы все еще добираемся на стойку, чтобы знать, какой у нас отель. Поняли, да? Наш юмор может как-то так очень быстро. То есть здесь прибытие. Нас вышвырнули из прибытия стойки. И сказали прийти в прибытие. Я говорю, Оля, так не может быть. Нас не пропустят. Будут прибытие. Пропустят с boarding pass. Чтобы забрать чемпионат. Ну, Наташ, все, Наташ, мы не паримся. Мы успокоились. Нам чемпионат не нужны. У нас трусы, и все в этом лежит. Ну, эти все смартики, они выгрутят багаж и оставят. Наташ, все узнаем. Наташ. Да, давай, успокаиваемся, уже идем как бы. Вот подземный переход. Подземный переход, идем. Сейчас какой-то отель нам дадут. Сейчас узнаем, спросим у смартиков, как мы их называем. Спросим у них про отель, про багаж. Кстати, вот, очень дорогие черные такси. Вон там стоят недорогие серые такси. Вон, сейчас. Вот там недорогие серые такси, это дорогие черные. Сюда садиться не надо. А, кстати, кто-нибудь выходил с такими маленькими тачечками? Нам никто ничего не сказал. Заберешь себе тачку спокойно. Тачечки тюти-фри. Мы ходим себе. Так. Наташа везет две тачки. Сейчас уже будет отключаться. Визеер не меняется. Визеер остается таким же хреновым лоукостом. Но другого варианта нет. Эти соглашаются, что все-таки 300 долларов дешевле лететь в Краков, чем 675. Вот такая фигня, малято. Может, не на парковку едут? Народ уже в автобус грузимся. Все неоднозначно. Просто нас повернули с этих выходов в Визеер. Вернули обратно в терминал прибытия. Мы еле прошли за нашими чемоданами с полицией. Мы решили забрать чемоданы. Теперь грузимся в автобус. Мы просто вам сократили весь наш путь. Мы просто в офигении. Никто вообще не знал, куда идти. Стоек Визеера уже нет. Есть тейка ингоу. И ингоу уже такое синенькое. Короче, мы были в шоке. Вот оттуда. Сейчас покажу. Оттуда мы снова пришли вот сюда. И проходили уже с боем. Никто ничего не знает. Вот это самое главное правило. Так что... Дверь открывается. Берем все. Сейчас идем вперед. Все. Мой лэптоп. Заходим в автобус. Что, не уезжайте без нас, пожалуйста. Вот наши вещи. Очень рады, что забрали наши чемоданы. А то говорили, что чемоданы могут не улететь. В общем, все неоднозначно. Ничего еще не ясно. Всем здрасте. Сейчас. Так нормально людей уже сидеть. В смысле нормально? Короче, я чувствую, ждем весь автобус. Потом только поедем. Куда мы седем? Сюда не вижу. Я пофиг. Потом вырежу. Латашка активная. Ну что, народ, 2 часа сидели в автобусе. Мы пошли, нашли чувака, который нас отправил, в принципе, сюда. И он такой... И он задал очень умный вопрос. А здесь все на портном? Мы говорим все. Ну просто люди уже стали выходить и брать такси. Потому что уже без 5.12. И вот мы уже должны были сесть к Раковине. Но мы даже не сели в отеле еще, прикиньте. Сели. Интрига бешеная. Так что вот автобус. Ну, конечно, не полный, потому что половина людей уже слиняла отсюда. Да, половина не знает, куда идти. Ой, короче, надеюсь, что мы... Да не, если бы знали, взяли бы снова такси, как в прошлый раз. Ну, короче, надеюсь, что до этого доберемся. Как уже будет, возможно, к завтраку. Мы не поедем. Ну, короче, вот. Люди сидят тут 2 часа 27 минут. Мы тоже 2 часа почти сидим. Так что... Ну, такая фигня, малято. Не знаю, пишите комменты. Что за фигня вообще в жизни происходит? Я хочу сказать, даже знание арабского. Там товарищи местные спрашивают у местного. Ничего не помогает. Усих, чипал, усих трусы. Ну, не в своей проблеме, как в 12 спать хочется. Мы усавшие вообще. Ну, надеюсь, что все-таки как-нибудь мы в отель доберемся. Честно, уже жалею, что мы такси не взяли. Ну, все уже. Ну, да, жить уже нечего. Надо, знаешь, сразу либо идти, либо ждать уже никуда не рыться. Ну, значит, есть один... Встал на остановке, что нету автобуса и нету. Ну, что, надеюсь, еще будет видео, где будем в отель попасть. Смотри, сейчас 23.53, когда он сказал, что типа, все ли здесь. Кто все? Ну, мы сказали, все здесь. Мы же не знаем, все здесь или нет. Ну, мы здесь. Почему? Все здесь. Классно.